Что такое современное творчество? Многие думают, это что-то эпатажное, противоречивое. Тогда зритель вправе спросить, при чем тут лисичка-сестричка или огромный бурый медведь на фоне яркого пламени? Или пейзажи в самом что ни на есть классическом исполнении? Портреты очень известных людей искусства? Кстати, именно эти парадные работы и дают начало экспозиции. Если первый художник знает, кого рисует, зачем рисует и почему это делает, то есть это такой патриотически правильный государственный проект, то те художники как раз от своего неумения, знания и непонимания, что надо рисовать, берут популярную звезду и срисовывают с фотографии. И вот это противопоставление как раз ради того, чтобы человек задумался, зачем он нарисовал там Аджелину Джоли. Тут ты понимаешь задумку куратора проекта. Вадим Климов проводит уже восьмую выставку молодых художников и умышленно не делает строгого отбора. Предлагает авторам представить, что называется, лучшее, чтобы они могли посмотреть, как выглядят на фоне других. Я сейчас нахожусь на фоне довольно спорной композиции. Автор этой работы взял искусственные цветы, оторвал от них бутоны и создал вот такую вот фотозону. Эта инсталляция называется «Ритуальные цветы». Кажется, автор особо над названием не задумывался. А между тем, именно эта композиция стала основополагающей при формировании экспозиции в данном зале. По словам комиссара галереи, здесь жизнь и смерть. Здесь же висят работы Кирилла Батаева. Парню 20 лет считает самое время для арт-политпопа. По его мнению, это современно, актуально и злободневно. Прогулялся по улице, увидел, что когда стаят сугробы, у нас подснежники выскакивают, зеленые бутылочки. Мне захотелось это сфотографировать. Но я отснял в классическом виде фотографии, они у меня только лежали, потом понял, что в целом из этого можно собрать калаш. Актуальны и злободневны работы Анны Полторыхиной, несмотря на то, что выполнены они в древнейшей технике. В Красноярском институте искусств девушка владела всеми видами печатной графики. В своем творчестве использует ксилографию, это гравюра по дереву. Изображает в основном отношения между людьми. Они у меня еще заперты в пространстве, что у них нет воздуха вокруг них. И когда появились ограничения, и люди оказались замкнуты, я такая смотрю на работу, и да, очень актуально. У этой выставки не было официального открытия. Периодически комиссар галереи проводит здесь экскурсии, не скрывая, что некоторые работы считают безвкусными, а некоторые достойны похвалы. И она, по традиции, будет. Закроется выставка 15 ноября. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком.